и всем привет мои маленькие любители трейда с вами как всегда кунь капрестус как всегда на моем канале так что у нас сегодня 13 трейдов давайте на них посмотрим какой нож купить бродягу или классический нож или складной раскраску называется угадайте сами потому что помимо того какой ножик также роля это какая раскраска поэтому давай поподробнее следующий раз дальше здесь у нас 9 400 на 1 700 вообще не понимаю за что я должен переплачивать потому что здесь ничего редкого красивого нету патент здесь дефолтное говно как его мать дефолтная просто нахуй никому не нужная поэтому пошел нахуй здесь трейд мне в минус несмотря на то что здесь еще и наклеечки поэтому такое что правильно отклоняется пошел человек нахуй на ценочку ножика оформляем но ой господи я помню тебя ножичек был вручная роспись бабочка красивая на 20 куда ты ее делал блять лови соль я бы соль принял но честно без обид мне вот это вот блять ну тут тетик вообще не нужен отдельно сольку приму конечно а дальше 6 100 на 8 700 естественно такое отклоняется плюс ко всему это еще и вторая фаза они 1 или 3 который считается можно считать точнее дефолта по стиму поэтому человек идет нахуй и чертила он натуре чертила блять как он только посмел вам почему оставить себя на аватарку блять я желаю чтобы вам почему блять сука фистик грамм взял твою очко прорубил нахуй по лопать блять с руки блять дальше sorry but not там что-то нет переплата за твою редкую сторону плюс я не буду переплачивать за стики на вп потому что дефолт и плюс ко всему я делаю downgrade и хочу поиметь этого 4-5 процентов народ понимаете в чем прикол допустим вот этот флот за что есть переплата здесь 0 8 флот он как бы говорит я не буду переплачивать вот здесь есть стики неважно дорогие переплаты за стики есть если я как бы человек который блять извиняюсь да хоть купила дешевле даже автобая и я все равно вижу что да это есть переплата здесь так фури ну нестаг наклейку как вам скать крафт посвященный 1 команде да то есть ну как бы вот так крафт вот такой то есть за это есть переплаты естественный я буду платить за эту переплату это знаете блять ну крайне глупо то есть рассчитав что так его и борский чек такой вот конечно я дам задэ а дальше то что это не является редким ну типа редким паттерном блять почему конкурента продали за 3 3 за 2 380 до того как цены скакнули ножек стоил 1990 ну хуй с ним допустим блять это был другой патент и был не точно такой же патент опять же кто-то мог перегонять баланс подарить и так далее и тому подобное все равно на плейсайде всегда стоит дороже когда у тебя full розовый плейсайт я уже показывал это каком-то из видосов опять же у меня в скриншотах лежит то есть full pink galaxy ну точнее он пингал если куда две стороны но он full pink play side тоже идет переплата то есть это понятно что идет то есть человек знает про то что при доунгрейде он может просить себе плюс но не знаю что я не собираюсь типа отдавать такой патент за дэв я не собираюсь отдавать такие наклейки без переплаты я не собираюсь отдавать такой дегл без переплаты то есть я понимаю когда реально ну там блять переплата 10 рублей здесь переплатам ну где то 200 рублей 200 рублей это деньги это Одна швурма, блядь. Хуя ли я должен швурму просто так отдавать? Ну вот, я, естественно, сделал какого-то предложения еще раз. Типа, если он отклонит, пошел он нахуй, короче. Вот такое предложение, меня оно устраивает. Я ему отправляю только такое предложение и пошел он нахуй. А дальше, катавица стикер 2014, я уже об этом говорил. У меня тоже есть катавица 2014, целых три наклейки. И она стоит дешевле, чем он просит за это понятное, что здесь сама по себе М-ка не дешевая, 2000 стоит. Но это не добавляет такой огромной ценности. То есть, что я вот прям, ой, господи, дайте две, пожалуйста. Естественно, я такое отклоняю, мне это неинтересно. Вот если бы он попросил вот эту М-ку и, как бы, да, там 600 рублей себе докида за эти наклеечки, то я, может быть, подумал бы. А так, конечно же, такое отклоняется, эта М-ка столько не стоит. Дальше вы подумайте, блядь, почему это чучело ебаное, которое бы, ну, надо бы идти своей мать оплакивать, блядь, кидает такие трейды, и на что он рассчитывает? Наверное, все очень просто, это хуета с буст ценой. То есть, ему просто-напросто перебили цену, и на момент, когда он кидал мне, это был плюс, потому что вот эта хуйня была с буст ценой. Естественно, такой человек добавляется в черный список, потому что здесь ни за что переводоплата не идет. Построено, построек разрушено, вот это все, комбо из трех Shadow of His, ну, короче, блядь. Кайлов это тоже не дает переплаты, ему, естественно, такое добавляется в черный список, и пошел нахуй. На ценочку инвентаря, конечно же, оценим, конечно же, да, почему бы и нет, когда да. Что у нас тут дальше? 3500 за мою М-ку, естественно, я такое ни в коем случае принимать не буду, пошел нахуй. Но, типа, если ради правды, типа, это самое адекватное СО, которое я на него получал. Просто это самое адекватное, это не значит, что это хорошее, либо СО, которое меня устраивает, но это самое большое СО, которое я получал за эту М-ку. Естественно, я за него свое время отдал больше. Или нихуя, или я вам вру. По-моему, Кравовый Спорт я отдал. АК-47, Кравовый Спорт за эту М-ку. Это еще я себе отдал и взял себе в плюс. Ой, ладно, уже забыл, сколько я отдал за него, я хуйби с ним. Дальше, здесь трейд около равноценного, потому что здесь имеется наклеечка, мне это не интересно, спасибо, до свидания. Red Light Top Float 0.15, да, за это есть рублей с 100 переплатом максимум. Галмага, Float 0.99, вообще похуй. Закалена земля, 0.002 по бафу за СО, 165 юаней. Если обмен не нравится, кинь контр-обмен. Вообще не нравится, не буду даже контр-обмен кидать, нахуй оно мне надо. Вот просто нахуй. Могу, но не хочу. Ланника, что у нас тут произошло, ланника, прохладника? Ну, конечно же, чего хотелось бы сказать. Короче, залетел ко мне вот такой вот трейдик. Смотрите, это я вам показывал или нет? По-моему, показывал, да. Залетел ко мне сегодня, по-моему, один трейд был такой. Вот это мне подарили. Я могу просить 100% от одной наклеечки. Дальше это также прилетело в подарок. Такая вот наклеечка здесь нетертая. Для этих две тертые, но самое важное, нетертая. Потом вот такой вот авик 0.15, типа это здорово. И так, потом вот такой юсф снежный, мгл, 0.37, стрёмный. И самое главное, самое прикольное, это вот этот классический ножичек. Ой, блин, как же я рад, что у меня появился он в инвентаре. Вы даже не представляете, потому что я очень хотел поиграть классиком в градиент. Здесь 97% фейда. Кто-то говорит, что это деф, но на самом деле за это есть небольшая, но все-таки переплата. Ну вот, короче, мне вообще по кайфу с кайфом на кайфу под кайфом, потому что я очень хотел себе классик градиент, но брать его просто так себе покупать на трейд, это было бы крайне глупо. А так, я его себе затрейдил, себе в плюсик, почему бы и нет? То есть, если быть точно, то вот эти вот скины все, они залетели одним трейдом. Я отдал за это, ну, блин, проще показать, я думаю. Проще будет показать, чем рассказывать. Вот он этот трейд. А вот, обменялся, короче, с подписчиком. Получается, отдал я сказку. Человек выбирал сам, ну аж здесь немного поношенный, хромическая рабеция немного поношенная, потом вулкан после полевых и нож с лезвием крюком четвертой фазы. Если все это, прям, все посчитать, здесь набежит где-то, наверное, 12 или 13 даже процентов плюсов. При таком, ну, знаете, трейде, это просто охуенно. Но классик, конечно, будет сложновато градиент. Градик, я несложно трейдиться, я это прекрасно понимаю, но я очень хотел себе этот градик. Но не конкретно это, вообще, градик фейд очень себя хотел в инвентаре. Очень рад, что у меня такой вот залетел трейд. Вот, народ. Ну, а на этом у меня сегодня все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте, нажимайте колокольчик, мстите нового видео или стрима. Напоминаю, что все ссылочки будут в описании. Ну, а с вами был, как всегда, Кунька. Желаю всем позже, подружек, адекватных тиммейтов и дорогого шмота. Всем удачи, народ.